Вопрос. Некоторые люди предполагают, что когда они совершают какое-либо запретное действие в их храме, они могут выбрать между обязательными искуплениями, или пролить кровь жертвенного животного, или соблюдать пост в течение трех дней, или накормить шесть бедняков. Ответ. Хвала Аллаху. Если паломник совершил запретное действие, то это могло произойти, первое, потому что он забыл или не знал, или его принудили к этому действию, или он спал. В этом случае он не обязан совершать искупительные действия. Второе. Намеренно с его стороны, но он имел извиняющую его причину. В этом случае на нем нет греха, но он обязан совершить искупительные действия. Разъяснение будет ниже. Третье. Намеренно с его стороны, и он не имел извиняющих его причин. В этом случае он совершил грех, и искупительные действия подразделяются. А. Первый вид. Не имеет искупления, и это за женитьбу. Никах. Б. Второй вид. Закалывание жертвенного животного, верблюда. И это за совершение полового акта до первого выхода из их храма. В. Третий вид. Пост в течение трех дней по порядку, или раздельно друг от друга, или закалывание барана. При этом должны выполняться требования, предъявляемые к жертвенному животному, или принесение в жертву седьмой части верблюда или коровы. Мясо при этом раздается беднякам, и из него ничего не принимается в пищу самим паломником. Или кормление шести бедняков половиной саа пищи. Паломник может выбрать между этими видами искупления, если он подстриг волосы, ногти, использовал благовоние и был близок с женой, без совершения полового акта. Покрыл голову, надел одежду, запрещенную при их храме, или женщина надела перчатки или никаб. Г. Четвертый вид. В случае убийства дичи. Если у дичи есть подобие, то паломник может Заколоть подобное жертвенное животное и раздать его беднякам Мекки. Узнать, сколько стоит подобное животное и накормить на такую же сумму бедняков, дав каждому из них половину саа пищи. Или поститься один день вместо кормления каждого отдельного бедняка. Если же у дичи нет подобия, то паломник может выбрать из следующего. Узнать стоимость убитого животного и на эту же сумму распределить пищу между бедняками, каждому из которых дать половину саа пищи. Посетиться один день вместо кормления каждого отдельного бедняка.